Друзья, всем привет! Только что в инстаграме прочла заявочку на видео моего опыта за рулем. Такое видео у меня есть, я оставляю ссылочку, но там было продолжение опыта вождения с малышами, то есть с детьми на дальние расстояния. В данный момент сейчас мы с Демидом, вы видите его в том углу, мы едем по делам, и я в принципе вожу малыша с собой с самого рождения за рулем. То есть, еще кстати у меня спрашивали по поводу страха, как преодолеть страх. Я не могу сказать, что он у меня там сильно какой-то колоссальный был, конечно же был, как у каждого человека, но он как-то быстро прошел, и сейчас я пытаюсь вспомнить как, и наверное сейчас с вами поделюсь. Поэтому если интересно вам это видео, оставайтесь со мной. Итак, начну наверное с самого первого, это моего опыта. Опыт вождения у меня 12 лет, это не просто появились права 12 лет назад, а 12 лет именно полностью опыта за рулем, каждодневного. Машину мне муж купил, когда мне было... А сколько мне было лет? В общем, не важно, тут дело даже, наверное, не в самой, как бы, моем личном автомобиле. Первое время я возила мужа, возила мужа на его автомобиле, и это была коробка механика. Училась я тоже на механике, и первое время я ездила на механике. По городу, особенно в больших городах, такой, например, город Киев, или там Москва, то есть большие мегаполисы, это жутко неудобно, накачивается нога, если вы в пробке, то оно, это правда, очень неудобно. Поэтому, если вам будут покупать автомобиль, например, муж или кто-либо другой, или вы сами себе будете покупать, берите изначально автомат. Тем более, сейчас в основном все автомобили, все иномарки, они идут с автоматом, если вы, конечно, не гонщица, потому что только гонщики не любят автоматы. И у меня прилетел вагончик. Ты балуешься? Я вагончик конфисковываю, поэтому лучше берите коробку автомат и вообще упростите себе жизнь. Если вы ездите на автомате, мне кажется, что это вообще нет никаких проблем, потому что, вот я сейчас веду машину на автомате, вы видите, я снимаю видео, общаюсь с ребенком, смотрю на дорогу и смотрю еще в камеру. Ну, это понятно, что это опыт вождения, поэтому так, но в любом случае это как велосипед. Газ, тормоз, больше ничего не надо. Но это, опять же, опыт. Когда только-только вы начинаете, вы боитесь всего. К машин не надо привыкнуть, надо привыкнуть к габаритам, машины разные. И лучше всего начинать с маленького автомобиля, желательно недорогого. Такого недорогого, чтобы было прям не жалко его царапать, бить. Потому что, например, у меня первый автомобиль, именно мой личный, на котором я ездила прям каждый-каждый день, это был Fiat Punto. И, вы знаете, я его царапала. По поводу страха. У меня было так. Первое время я просто не могла сообразить, когда ты едешь за рулем, тебе надо следить за дорогой, в которой прямо смотреть на зеркала. А у нас их три. И самая, то есть задний вид, правая, левая. Вот. И помимо всего этого, сцепление, которое я жутко-жутко не переносила. Конечно, потом это входит в привычку, вы все делаете на автомате, но меня сцепление всегда поражало. Если сейчас меня, честно, откровенно вам признаюсь, если сейчас меня посадить за руль механики, я уже 10 лет езжу на автомате, то вполне возможно, что, наверное, я заглохну. И даже не один раз. У меня брат предлагал, говорит, сядь, проедься на моей. Говорю, даже не буду пробовать, потому что, ну, не знаю, почему я уверена, что я заглохну. И у меня просто нет желания, то есть как-то не лежит. На автомате привычнее. Поэтому я очень восхищаюсь женщинами, которые ездят годами на механике. Вот честно, вот прям вам респект и уважуха. Вот. Потому что для меня автомат это все-таки велосипед. Вот. Большой такой комфортный велосипед. Итак, как побороть страх? Первое время, мне кажется, вам надо выезжать в те места, где нет автомобиля. А это площадки, там вы учитесь парковаться, там лежат шины. Если вы уже это все как бы прошли, и надо уже ездить, возить детей, например, в школу, ну и так далее. А есть страх, то обвесьте свою машину разными значками. У, там, девочка за рулем, там, я не знаю. Ну, как бы, чтобы люди видели, что вы неопытные. Потому что есть водители, которые психуют и нервничают, когда медленно едут, когда не могут припарковаться. Не обращайте внимания, не реагируйте, абстрагируйтесь. Попсихуют, понервничают, побибикают, проедут дальше. Ничего страшного. Есть водители, которые с уважением относятся к людям, которые только учатся. Поэтому в любом случае через это надо пройти. Может быть, будут какие-то, я же поэтому говорю, что надо брать машинку недорогую, будут какие-то такие нюансы, где-то что-то вы машину поцарапали, как-то, каким-то образом. Хуже будет, если, конечно же, это будет чужой автомобиль, об кого вы поцарапали. Но лучше это будут какие-нибудь пусты, заборы, что-то неодушевлённое. Поэтому берёте с собой... Ну, а лучше, наверное, знаете как? Когда вы только учитесь, у каждой девушки, у каждой женщины там есть мужчина, муж, парень, неважно, который учит, подсказывает, помогает. Есть психованный, есть непсихованный. Вот если у вас мужчина... Так, я еду по такой дороге, где трясёт. Есть мужчина, который спокоен и спокойно реагирует вообще на всё. Вот лучше ездить с таким. Если он у вас психованный, будет психовать, нервничать, кричать, там, перестраивайся и тому подобное. От этого вы будете просто паниковать, ещё больше нервничать и говорить, всё, я не хочу водить. Вот с ними лучше не ездить. У меня была ситуация, я её очень часто вспоминаю. Муж уехал в командировку не на автомобиле, и машину оставил под... Ну, под домом. Разговаривает. Оставил под домом и сказал мне, говорит, машину не брать. Я тогда только училась ездить. И я говорю, хорошо. Обычно я прислушивалась к нему, так, заезжаю в туннель, будет сейчас другой свет. Туннель. Вот. А была метель просто, ну, жуткая, дороги не было, её ещё не успели расчистить. И мы с подругой собрались поехать в торговый центр. Начинаем вызывать такси, а такси нет и нет, нет и нет. В общем, потом сказали, что нет, такая погода, в общем, машины не будет. А нам так хотелось покупок. И я говорю, а давай поедем на Диминой. Аня, ты что? Ты же ещё только вот начала водить. Нельзя. Я говорю, да ладно, что тут ехать? Мы жили на Абалоне, надо было ехать в караван. Ну, там действительно 2 километра, что там ехать? И мы поехали. Она жутко боялась, пристегнулась. Но доехали, всё было нормально. Вышли из магазина, машина была вся во льду, потому что шёл такой снег, потом был мороз, и мы её отшкребали, чтобы хотя бы сесть в машину, потом сидели, её отогревали, чтобы доехать домой. И ничего доехало. Вот это тоже был тот момент, когда я сама преодолела свой страх плохой дороги. Самое главное, наверное, это уверенность, что ничего не произойдёт, что всё будет хорошо. Придурков на дороге много, и это надо тоже учитывать. Но всегда, если вы, например, медленно едете, или вы, я же говорю, не уверены в дороге, едете по правому ряду своему, там, спокойненько. Машины сигналят, объезжают, что-то могут ругаться. Вот не обращайте внимания. Вот честно. И что я ещё боялась, какой у меня был страх, это когда я, например, еду, и рядом проезжает большой грузовик с большими колёсами. У меня было ощущение, что он меня раздавит, что он меня не видит. Самое главное правило, это придерживаться просто своей полосы. Если вы едете в своей полосе, да пусть хоть там танк едет, всё равно. Но бывает такое, есть такой момент, когда машина может попасть в зону, слепая зона называется. Когда даже вы смотрите по зеркалам, у вас тоже может быть слепая зона. Поэтому, в принципе, иногда можно сделать вот так, вот так, то есть убедиться, что действительно нет автомобиля. И вот эти вот большие автомобили, то есть грузовые, они иногда тоже не видят машин, когда перестраиваются. Поэтому лучше уступить им дорогу. Ну, то есть не лезть под колёса, как говорится. Это такой тоже момент. Страха вождения у меня, наверное, и как такового больше и не было. Вот это всё, что я вам рассказала, ну, как бы такое страшное из моей жизни. Ну, вот был страх, да, что вот только из-за сцепления, что я просто смогу не успеть. Я боялась, когда мне сигналят, если, например, я заглохла, и машина начинает сигналить, я начинала теряться. По поводу вождения с детьми и вообще вождения на дальние расстояния. Первая моя поездка после покупки именно моего личного автомобиля я поехала из Киева в Запорожье самостоятельно на машине. Я не знаю, как меня муж отпустил, вот прям честно вам признаюсь, не знаю, как это, но я поехала. Всё было нормально, доехала, и мне нравилось. Мне безумно нравились дальние расстояния. Слушала музыку, это была, знаете, своего рода медитация. Ты балуешься? Не-не-не, ну балуйся, ты же ребёнок, баловаться можно. Вот, и получается, что я полюбила дальние расстояния, ездила я, наверное, первые два раза самостоятельно сама, а потом Доминике было, по-моему, два года, она была в таком возрасте, как Дёма, может, даже чуть меньше, и я из Запорожья везла её на машине сама за рулём, но мне, ну как бы я имею в виду пассажиром, был мой брат. И мы доехали замечательно, всё было хорошо, и всё. То есть не было у меня каких-то там, ну то есть муж видел, как я вожу автомобиль, и со временем я становилась как бы всё лучше и лучше водителем. Ещё скажу такой, наверное, момент, тут важно, кто вас научил водить. Потому что я, например, не могу сказать, что меня научили в автошколе. В автошколе мне дали просто базу, чтобы я сдала права, а учил меня мой муж. И когда я, например, вожу, и кто-то сидит, например, ну вот в автомобиле и не знает там меня именно как водителя, говорят, ого, как ты водишь, ну типа, как бы дают такой, знаете, как классный комплимент. Я говорю, ну так, кто у меня учитель? Ну то есть меня муж научил водить автомобиль. Поэтому тут важно, вот реально важно, кто вас учит. По поводу дальних расстояний с детьми. Своих детей я приучаю с самого рождения проводить в автокресле. Вот, то есть я их беру с собой везде. Вот в данный момент я сегодня не отвезла Демида в детский сад, а взяла с собой. Отвезла, ну то есть у меня более такой свободный сегодня день. И я как бы на работе, можно сказать так, быстренько появилась, забрала документы, малой был, ну то есть мне вынесли, малой был в машине. Я отвезла документы, а сейчас еду по своим делам, еду сейчас в тату-салон. То есть езжу с малым, по своим каким-то вопросам, по магазинам, по там, по дружкам. Я тягаю за собой детей. Вот, поэтому они привыкли быть в автокресле, нет у них там какого-то там, хочу вылезти из него и тому подобное. Но при этом это опять же зависит от детей. Может быть вы и с рождения будете возить, а дети все равно будут так реагировать, типа хочу вылезти. Вот, поэтому, не знаю, не знаю, у каждого по-разному. Что Доминика, что Дема у меня ездили все время, так как у нас бабушки и дедушки живут в разных городах, мы такая семья, которые по гостям ездим тоже в разные города, на моря, просто взять там, ну знаете, все, в момент быстро бросить, типа, а поехали в Одессу, а поехали. И поехать, например, да, с детворой. Поэтому, не знаю, у меня как бы вопросов таких, как, типа, тяжело детям у меня не возникает. Мы делаем остановки, например, через каждый час-полтора, чтобы размять, например, ножки, выйти, например, там в туалет, попить воды, и все, сели и опять поехали. Проводим, если вот у меня Доминика постарше, чтобы ей было не скучно, мы придумываем разные игры. Также мы играем там в города, в имена, Демку развлекаем разными игрушками, мультиками, естественно, но стараюсь в мультике, знаете, это такой момент уже на десерт, когда на всякий случай, вот так вот. А так обычно заигрываем. У него сейчас такой возраст, что он смотрит, например, по сторонам и вот постоянно просто болтает, что это, это, что, вот это, то. Ну, я имею в виду, что находим именно из ничего, делаем как бы игру. Вот, поэтому вот так вот у меня происходит, знаете, как жизнь на колесах в какой-то степени. В моей машине можно найти все, и игрушки, и коляски, и салфетки, и памперсы, и даже если детей рядом нет, ну, я имею в виду, но в багажнике всегда это есть, на тот случай, что если малыша я быстро посадила в машину, мы поехали, а потом резко, а поехали туда, а поехали. И как бы момент того, что, ой, а у нас же с собой ничего нет, у меня такого не бывает, у меня с собой есть все, даже плед. Ты балуешься? Да, балуется. Я не знаю, насколько это видео вам пригодилось, но единственное, что я вам еще раз могу сказать, это если у вас есть страх, то его надо просто побороть. Вот сесть за руль и поехать. И ездить до тех пор, пока страх не пропадет. По-другому никак. Так, нету какой-то волшебной пилюли, которая бы вы глотнули, и все, вы не боитесь водить. Так, у нас тут пробочка возникла, нехорошая такая. Машинки перекрыли дорогу, а у нас зеленый. Да, малыш? Пропустите, пожалуйста. Спасибо большое. Так, благодарим, обязательно благодарим. аварийкой, когда нас пропускают. Я думаю, знают это все. Важно не только научиться водить машину, но и есть определенные правила между водителями. Есть правила в городе, есть правила такие на трассе. Меня научил муж этим правилом. Когда я это делаю, и, например, на трассе или даже в городе, видят, что девушка за рулем, очень удивляются. Обычно мужчины только знают об этом. Но не только, конечно, но в большей части. Потому что сейчас очень много женщин за рулем, и иногда они даже лучше водят, чем некоторые мужчины. Вот с вами поболтала, и мы уже приехали. Спасибо вам, и войдите с удовольствием. Пока-пока.